Милан и Учин, но мы же взяли в зумах. Мир в зиме городах, но на 70-е. В Городах, субботах, уже 70-е. Максово, Павлово, Галаджи. Другие режимы были у Приморского штаба. Атака Ханты-Мансийцев. Бросал сейчас Райла. Он играет с Максово и Кашпаром в звене. И счет в матче открыт. Тём Масадьки сыграл в этом эпизоде откровенно плохо. Фактически Шайбов презентовал сопер. Счастливый через Саров, через ВХЛ попал в Рижское Динамо. Вот так очищение прошло. Он как раз говорил об этом, что пересмотрел многое в своей жизни. И вот сейчас 24 номер. Имеет шанс сравнять счет в матче. Ситников сделал точную передачу, хотя вроде бы наобум. Бросал, так, а бы куда. И гол! Вот это развитие событий. Необязательные шайбы пропускает Масадьки. Ну что, последует замена вратаря. Чибисов празднует успех. Андрей пошел на обострение и, что называется, попал. Смотрите, водился у борта. Отобрал шайбу и бросил в ближний угол. И Петр Счастливый, которому не давали играть тренеры в предыдущем клубе, принял важное участие в атакующей акции Югры. Ну, а можно сказать, не Югры в целом, а конкретного человека. Пречи. Немного было у него игрового времени. Было 8 минут в среднем за матч. И вот своим шансом он воспользуется. Ух ты! Какой был бросок! И шайба задела стойку. Его Юрченко поздравляют. Солствуют. Потому что очень было неприятное развитие событий для гостей. Кого-то вычтут из атакующей комбинации. В общем, всем воздастся по заслугам. Классер Эдликс делает передачу под бросок. Бросок получается. Ну, и Михаил Бирюхов в порядке. Раскат ханты-мансийцев. Ход в зону. Передача не прошла на Бортникова. На Бортников все-таки оказался шайбой. И Седлочек обивает шайбу в непростой ситуации. Вот там было у него небольшое повреждение. А мы смотрим точную передачу на Пятачок, который ЦСКА не набирал такого количества очков. Как получилось у него в прошлом сезоне в Югре. И сейчас был шанс у 97-го номера. Не просто выходить вот так на лед в середине первого периода. При счете 0-2. Но все получилось. У чешского галкипера. Пока он не ошибался. Я думаю, можно носить бороду, с ней тепло. Ну, а летом все-таки жар. Ну, да ладно. Бороды сейчас многие носят. Это модно. Индра 6 хотел выкатиться из-за ворот. И сам завершить атаку. Броском с неудобной руки ему не позволили. Силовой прием. Энергично как-то у борта. Здесь тут защитник у Югры. Но это не помогает чистый лед. И Андрис Джериндж завершил атаку, которую отличным пасом продолжил микс Индра 6. Яценко врубился в борт. Но перед этим сделал точную передачу. Опередил тем самым Пуэца. Яценко бросает. Отбивает седлочек. И с повторным броском также справляется чешский галкипер. Ну, вот за эту акцию чужих ворот стоит похвалить. Настойчиво действовали хоккеисты третьего и четвертого звена. Бусев из третьего, Яценко из четвертого атакующего сочетали. Как там большинство у Югры не забыло, что оно весьма и весьма убедительно. Девять заброшенных шагов. Сергеев подбросок Пепеляеву. И тот отличился. Ну, реабилитировалась эта пара защитников. Именно она проиграла стычку у борта в концовке второго периода. Получивший четыре штрафные минуты во втором периоде. Хороший момент. И 4-2. 4-2. Лукаш Кашпар. Получите, распишитесь. Верхом бросил Лукаш Кашпар. И ничего не мог поделать с этим броском. Якуб Сидлача, который пропустил две шайбы. Теперь их ответственно должны настраиваться на то, чтобы решить судьбу матча. Первое звено на льду. Звено Максвелла. И Кашпар подправляет. Ну, вот словно в воду я глядел. И наглядел там еще одну заброшенную шайбу. В общем, я говорил о том, что наверняка Югра постарается снять все вопросы. И сегодня были проблемы и с тем, и с другим. Нельзя унывать. Не было ли нарушения правил. Было нарушение. И сейчас момент возник у ворот Бирюкова. Дардинч упал на колено. Чили. Возможность произвести буллит. Некоторые импровизируют по ходу этого забега. Ну, а некоторые решают заранее, как обыгрывать. Практически на шпагат сел Михаил Бирюков. Получает три очка. И таким образом уже 10 баллов у дружины Дмитрия Южкевича. После 7-й стрюч. Первая домашняя победа. И уже, получается, в трех домашних матчах команда набрала 4 очка. Хоккеистам в этом матче здоровья, потому что были какие-то микротравмы. Во втором периоде морщились хоккеисты. И не приходилось даже от уверенности в родных стенах. И с нетерпением.